Всем здарова народ, с вами Эдгар. Вы на канале мысли от Эдгара. Вот он я. Сегодня будет ролик на тему Land Cruiser Prado 150 2018 год. Машина новая и информация по давлению в колесах, а именно закачка азотом. Хорошо это или плохо? И мой опыт связан именно вот с этим моментом. Начну с самого начала, когда купил машину. Проехал я всего лишь от 10 тысяч километров. В общем, как купил тачку, мне закатали давление с самого салона 2,4. Я как-то этот момент не учел, ездил какое-то время. И я вам могу сказать, что 2,4 вам точно это не нужно, это слишком много. Потому что очень жестко как бы встает езда. Такое ощущение, что вы там едете не на колесах, там амортизация и все такое. А у вас там вообще какие-то железные колеса. В общем, обламывало все это дело. Я заехал к ним, спрашиваю, блин, ребята, неужели все должно быть так? Они подошли, посмотрели, говорит, блин, мы забыли предупредить, что мы перед выдачей машины закатываем 2,4. Вам нужно чуть это все дело снизить. В общем, в итоге нужно давление держать где-то двоечку. Двойка до 1,8. В общем, 1,8, 1,9, двойка. Это нормальное давление. Сделали ниже. Я поездил и прямо, знаете, разница неба и земля. Стало ехать мягче. Ощущение вообще просто совсем другое. А я сначала думал, блин, что за фигня вообще происходит. В итоге, ладно, поездил я, машину поставил, с удовольствием просыпаюсь. И у меня вот этот знак ошибки вылазит. Я посмотрел в инструкции, конечно, сначала не сообразил, что это такое. Там, в общем, ошибка по колесам, что-то с давлением. Переключаю здесь. Вот это все дело переключаете, и оно сразу же показывает. И такая, короче, ситуация. В запаске у меня двойка. В колесах тут идет, видите, вот разница. Даже сегодня 1,8, 1,8, 1,7, 1,7. При том, что накачивали одинаково. Когда вы ставите машину пока... Ну, когда вы ездите, давление в колесах меняется. Там идет разогрев и все такое. Вот если я сейчас чуть поезжу, давление поднимается до двоечки. А в запаске тоже там на единицу поднимается. Потом ставите машину. И, короче, колеса охлаждаются. Все это дело снижается, естественно. Но при этом снижается вот в такой вот разброс. И как только будет разница, например, будет 1,8, 1,8, 1,8 и 1,7, тут вылазит сразу ошибка. Вот из-за этой доли маленькой, как бы подкачивать колесо, да, на одну долю можно подкачать, и вот этот значок исчезает. Я думаю, ладно, поеду-ка я, наверное, в шиномонтажку и закатаю туда азот. Вот. Чтобы вы понимали, для чего азот закатывают. Все это дело для того, чтобы давление в колесах сильно не скакало. Так как азот, в общем, не так сильно реагирует на перепад температуры. Но в итоге оказалось, что, ребята, вот мой личный опыт, это все брехня. Азот в самом воздухе, просто в колесо вы закатываете воздух. И в воздухе где-то 70% содержания азота. 65-67% азота и так есть. А когда вы в шиномонтажках это все дело делаете, там заявлено, что закатывается туда где-то процентов 70-90 азота. Но никак это невозможно проверить. Не факт, что этот аппарат вообще туда закачивает азот. И, в принципе, разница-то не такая большая, она там 15-20%. Ладно, все равно я это сделал, заехал ровненько, прям по миллиметрам, так сказать, бар в бар, да, закатал ровно. Везде 1,9 азота. У меня этот значок на этот момент исчез. Я поездил буквально несколько часов и значок опять появился. Потом я заехал, не поленился в другое местечко еще, ну, это же сеть шиномонтажек, пятое колесо называется. Отлично, кстати, шиномонтажка, мне очень нравится, всегда туда заезжаю и буду заезжать. Как бы вопросов к ним нет. Я думаю, тут просто вся фишка в этом азоте. Докачал опять. На следующее утро, короче, просыпаюсь, завожу машину. Херакс опять вот этот значок вылазит. Потом я, короче, самостоятельно своим насосом, так сказать, да, подкачал это все дело. Поездил, херакс, опять этот гребаный значок вылез. Короче, ребята, это все дело не прекращается. И когда этот момент был, у меня там что-то я накатал уже несколько тысяч километров, пару тысяч вроде. И потом, короче, забил я на это все дело. Есть у меня этот значок, нету. Я просто переключаю, периодически смотрю. Просто может момент такой быть, что колесо, ну, допустим, ты проколол, да, спустило конкретно. Единственная опасность в том, что если вы забьете на этот момент, не будете обращать внимания. А у вас в действительности колесо спустило, да, вы подумаете, ну, наверное, все ништяк, блин. Поэтому периодически я переключаюсь и смотрю. Ну, вот я сейчас, например, на днях заехал, купил. Прикол в том, что обычный вот этот подкачать насос, он подключаешь, да, врубаешь. И нужно выцеплять этот момент, как бы ты вроде как возле колеса находишься и не понимаешь, сколько закатал. То больше, то ниже, то спусти колесо, то это... Короче, я заехал и купил себе вот этот качок, на котором можно выставить конкретную цифру. Выставляешь, нажимаешь, и это дело все подкачивает. Сейчас я вам даже покажу. Вот у Toyota еще такая фигня, двери блокируются, короче, когда в машину садишься, едешь, потом выходишь. Очень удобная, кстати, вещь. На заправке это классная штука. Вот ты с этой двери выходишь, и оттуда никто не может дверь открыть. В общем, только твоя дверь, пока ты не нажмешь вот эту кнопку. Так, это у меня типа органайзеры. Вот, ребята. Многофункциональный компрессор, короче, 4 в 1. Вот, установку нужного давления, фонарик. Потом тестирование аккумулятора и тестирование генератора. Я его еще не использовал, вот. Но выглядит он таким образом. И именно вот этот момент я хотел, чтобы можно было установить, например, 1,9. Подрубить это все дело колесо, включить. И чтобы все колеса были 1,9. Сейчас посмотрим, что у нас. Я его еще не включал. А что, не знаю. Прикольный такой аппарат. Можно, кстати, попробовать подключить его. Так. Выглядит вот таким образом. Включение, выключение. Тест, батарея, режим, установка, фонарик. Вот здесь фонарик хороший есть. Здесь еще можно вот такую вот тему использовать. Куда-то что-то подвязать. Для удобства. Давайте, наверное, попробуем, может. Как это дело работает. Просто ради интереса. Так, провода бы сейчас вытащить еще, конечно. Так, давайте попробуем. Подключим. Подключил. Все включается. Что у нас тут есть? Где там фонарик? А, он еще и мигает, смотрите. Есть, просто горит. Выключение и мигает. Отлично. Так. Режим, установка. Так, режим. Вот в этом я еще не разбирался, конечно, но... Так. 0.9. Давайте... Давайте... Что-то я не понял. Включение и выключение. И тест. Так, какое у меня тут колесо? Сейчас я посмотрю. Ну, вообще, у меня, конечно, с той стороны. 1.7. Ну, давайте с этой стороны посмотрим, сколько здесь вообще покажет. 1.8 есть или нет. 2.1 вообще показывает. Батарея, батарея, генератор. Так, это не то. Тест. Режимы какие-то. Вот, 1.9. А, 2.1. Допустим, если мы сделаем 2.2. Короче, когда включается, показывает, сколько есть. Показывает 2.1. Делаешь 2.2, включаешь. А если ты делаешь меньше, например, вот, то не включится. Хорошо вот. Ну, вот я чуть-чуть прибавил. Сейчас посмотрим. Нет, пока реакции нет. Но только я моменты не пойму. Здесь показывает 1.8. А здесь показывает 2.1. Ну, и что, вот, где, кто врет. Ладно, давайте-ка мы, ребята, попробуем другое колесо тогда. Так, правое заднее колесо. Но табло показывает 1.7. Посмотрим, насколько этот аппарат будет. Показывает, оценку даст. Здесь идет 1.9. Ну, давайте, как там, выставим тогда, например, сделаем 2.1. Так, 2.1. Вот так. И пусть он подключает. Вот прикольно. Я просто выставил, нажал, он подкачал и вырубился. А теперь мы проверим это все дело. Так. А вот хренушки! Что-то не пойму вот этого момента. Так, переключимся, может. Все равно показывает 1.7. Может быть, вероятно, такая тема, что нужно тачку вырубить. Хрен его знает. Сейчас я попробую это все дело еще раз. Сейчас проверим. Перезагрузка, так сказать. Низкое давление, проверьте, шины. Сейчас вообще ничего не показывает. По ходу дела нужно проехаться. Так, ну ладно, ребята, что? Сейчас ничего с этим не поделать. Нужно, наверное, проехаться. Сейчас я что сделаю? Тогда выровню. Если везде 2.1, то, соответственно, я поставлю везде 2.1. И потом проедусь и посмотрю, выровнять машину ситуацию или нет. сейчас на этом тоже проверим. Там тоже идет, потому что 1.7. Но почему-то вот этот аппарат на 2 единицы уменьшает. так, поставим 2.1. Так, поставим 2.1. все вырубился. Откручено. Это все дело повысим, потому что не сбить. Сейчас я и с той стороны тоже везде выставлю, как надо. Все 4 колеса по этому аппарату я поставил 2.1, как здесь было написано. 2.1. Но по тачке получается это показывает чуть по-другому. На 2 единицы ниже. Так, все это дело сейчас мы запакуем аккуратненько. Вот по поводу аппарата. Отличный аппарат. Очень компактный, легкий, удобно подключается, закручивается. есть фонарик и выставляется давление. Нажимаете все. Если вы давление поставили ниже, нажали, он не будет работать. У него ограничитель ставит. Короче, хорошая штука. За это дело 5 плюсов. Так, а теперь момент 1. Нужно проверить. А вот смотрите. вроде везде одинаково подкачал. Да, смотрите. Тут стало 1.7, 1.7, 1.7, здесь 1.8. Блин, вот как говорится, вот хрем поймешь. Вот кто сталкивался с такой штукой, может быть, сейчас, конечно, нужно будет вот я чуть-чуть сейчас вперед-назад сделаю. так, чисто чтобы посмотреть. Нет, получается заднее показывает 1.8. Тут еще есть такой момент. Я, так сказать, грешу на то, что в запаске идет двоечка и если идет несостыковка, то вот этот знак загорается. Я еще похимичу, конечно, попробую сделать везде по двойке. Блин, там давление получится, поднимается слишком много. Или в запаске тогда чуть приспустить ее. короче, вот этот момент такой, знаете, чуток напряжный. Единственный вариант, я думаю, может быть нужно, вот, чтобы было больше или столько же, сколько и давление в запаске. Тогда, может быть, этот значок уйдет. Может, если кто-то знает, напишите. Субтитры сделал DimaTorzok